Приветствую коллеги ОМЗАП. Кузовной ремонт. Сегодня я расскажу вам историю о восстановлении кузова вот этого автомобиля. Opel Astra, который дожил до наших дней. В целом-то, конечно, есть много незначительных нюансов по кузову, но по доброй традиции мы сейчас посмотрим на готовую машину, а позже вы увидите процесс восстановления. Как раз вот здесь было заднее крыло и дверь задняя. Дверь меняли и ремонтировали, так как новых дверей или целых дверей на этот автомобиль найти уже практически невозможно. Ремонтировалась полностью вся стойка. Свежеокрашенная крова. Можно в деталях рассмотреть отражение стоячего рядом автомобиля. Были, конечно, здесь сложности. Вот эта канавочка. Достаточно интересная здесь выштамповка. Закругленная и с каемками такой. Но наши мастера справились на ура. Продлили жизнь мы хорошему немецкому автомобилю. Давайте теперь вернемся в прошлое и посмотрим, каким он поступил к нам на ремонт. Также хочу порекомендовать вам подписаться на наш телекрам-канал. Там свежие новости каждый день. Интересные видео не только о кузовном ремонте, но и после сарки. Акции и выгодные приложения по техобслуживанию и ремонту. Проходите по ссылке вниз и подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Был удар в угол. Дверь под замену, к сожалению. Даже ее можно будет отремонтировать, но просто нецелесообразно экономически. Проще ее с разборки просто приобрести. Ремонтируем крыло. Крыло будем вытягивать. Потом вы увидите, не отличите от нового. Ну порог тоже, да? Порог, ремонт все это будет, да. Замена двери будет. Ремонт порога. И заднего правого крыла. Хорошо идет, да? Блядь, очень тяжелая задача-то сняла. Ну очень тяжелая задача. Как вам? Почти, видите, да? Здесь уже плоскость по двери. Ровненько. Вот тут небольшой золом. В целом вот осталась морщиночка такая. И все. И будет как новое. Даже порог вот ровненький уже. Дело мастер боится, как говорится. Следующий этап. Шпаклевание. Самое нелюбимое в массах мероприятие. Ну ничего. Без шпаклевки никуда. На этом моменте поставим видео на паузу. И проясним один нюанс. Одним из первых это видео посмотрел наш жестянчик. И был в значительной степени раздосадован тем фактом, что я не показал готовые результаты его трудов. На этих фотографиях вы можете видеть, как выглядели элементы после стапельных работ. Ну а теперь продолжаем. Дверь, как вы помните, мы выбросили металлолом. А клиент привез дверь. И вот ее надо покрасить. И будет идеально, да? Смотрим, смотрим, смотрим. Дверь, дверь, дверь. Дверь, дверь, дверь. Опа. Покрасить, говорит. Здесь нужен ремонт. Не будешь же вот такой вот жестик красить, правильно? Заново отдирать весь шовный герметик. Подготовка. И только потом окрас. И там еще какие-то маленькие царапки, вмятины были. То есть дверь полностью придется переподготавливать и окрашивать уже после ремонта. Подготовили к окрасу автомобиль. Самая кропотливая работа маляра, это оклейка авто. Все резиночки надо тщательно обклеить, чтобы краска никуда не проникла. Также тщательно все обезжирить и удалить пульт со всех поверхностей. Сейчас за один заход окрасим дверь и ремонтную деталь порог. Вот и готова наша машина у Opel Astra. Установили дверь, продолжаем сборку. Посмотрите, какой окрас чудеснейший. Маляр у нас, конечно, выдающийся. Я думаю, вам заметно, да, качество шагрения. Это еще полировки нет. Так как раз влек. Распылаю. Как это вообще все выглядит. Идеально. Мое почтение. Маляру. Маляр. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok